Зам генпрокурора Чиндалиев в кулуарах Сената сообщил, что под амнистию попадет 102 человека. Часть участников январских событий будут освобождены, кому-то сократят срок заключения, а при необходимости им помогут с трудоустройством и даже с жильем. Предусматривается освобождение казахстанцев от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой или средней тяжести. С отбывших наказаний за такие преступления снимается судимость. Для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков. Зам генпрокурора Чиндалиев заявлял, что выйти по амнистии участники январских событий могут, если признают вину и возместят ущерб. Лица, которым применена амнистия, они не считаются оправданными. Они фактически признаются виновными в совершении преступления. Это не реабилитирующие основания. Поэтому для лиц, которые освобождены от наказания ввиду амнистии, есть определенные ограничения в законодательстве. В частности, законодательство о государственной службе и правоохранительной службе предусматривает, что лицам, которым была применена акт амнистии, они не могут поступить ни на государственную службу, ни в правоохранительную службу. Предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц, трудоустройство, оказание медпомощи и оформление документов. 20 человек обвиняются в организации массовых беспорядков, и поэтому они не попадут под амнистию. Большинство тех, кто совершил преступление во время январских событий, имеют статус участников. Это около 700 человек. Данные лица попадают под амнистию. По организованным преступным группам рассматривается 26 уголовных дел. К уголовной ответственности привлекаются 24 члена организованных преступных групп, а также 46 человек привлекаются за терроризм и экстремизм. Среди привлекаемых за терроризм и экстремизм есть и граждане других государств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова